Следующее, что рекомендуется делать, после того, как вы даете задание на дом. Значит, если человек попросит у вас Библию, нет у него Библии, да? Если у вас человек попросит Библию, помните, что не давайте ему Библию просто так, как подарок. Не давайте ему Библию просто так, как подарок. Вы можете ему предложить два варианта. Либо вы можете ему сказать, что вы ему дадите на время, и он сможет с ней пользоваться столько, пока он будет ее читать. То есть как только он перестанет ее читать, вы ее заберете просто. Или вы можете предложить ему, чтобы он ее купил просто. И сказать где. Да, или вы можете сказать, что вы можете зайти купить для него. Ну, то есть, я объясню почему. Часто то, что как бы дается даром, оно не ценится. Поэтому, если он будет знать, что ему дали на время, это какой-то будет, может быть, стимул для того, чтобы все-таки читать ее. И если он за нее заплатит деньги, тоже может быть определенным стимулом для того, чтобы, может быть, читать ее. Это не говорится, что это будет 100% всегда так. Но это один из вариантов, как бы все-таки, который может побудить человека к тому, чтобы он относился более серьезно. Что еще важно, чтобы вы не удивлялись, если евреи неверующие не уважают Библию. Вы с этим тоже можете часто столкнуться, что неверующий еврей может не уважать Библию. Как ни странно, но это факт. Поэтому пусть это вас не удивляет и не огорчает. Просто должны знать об этом, быть готовы, что с таким вы можете столкнуться. Может быть, даже из-за этого, да. Потому что Библия, он может сказать, что это не еврейская книга и так далее. И знаете, очень, 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 очень рекомендую вам всем, например, для того, чтобы вначале, знаете, человек как-то вообще понимал, о чем идет речь, сделать просто элементарный экскурс по Библии. То есть объяснить человеку вообще, что такое Библия, из чего она состоит, из каких книг, кто их написал и так далее. Ну, для этого вам самим надо узнать об этом. Немножко информации, для того, чтобы вы могли просто поделиться этим с человеком. И это очень часто полезно. Например, вы объясняете человеку, что вся Библия, кроме двух глав, да, двух книг, вернее, написана евреями. Кроме книги «Деяния апостолов», да, и «Евангелие от Луки». Вот. И, то есть вы объясняете ему, да, что кроме двух этих книг, все остальное написано евреями. И то. Но нет, не вопрос под вопросом, а вопрос заключается в том, что Лука, он как был врач и историк, да, и он мог писать, многие утверждают, что он мог писать даже под диктовку самого Петра. Например, многие вещи. Есть такое утверждение. То есть поэтому здесь вопрос в том, что нееврейское, как бы это послание или нееврейское, то есть имеется в виду, то есть вся книга написана евреями. И вы можете дать ему больше информации, показать, что первые пять глав – это Тора, потом Ветхий Завет, этот Анах и так далее. То есть объясняй ему все. Что здесь вся книга, еврейские писания, вся книга говорит о евреях, да, и вся, то есть все, что говорится о Боге, оно неразрывно связано с еврейским народом. То есть история еврейского народа неразрывно связана с Богом. То есть вы все это ему просто объясняете. Ну, подготовьтесь, конечно, к этому, чтобы у вас, знаете, это было хорошо приготовлено, чтобы вы могли хорошо человеку объяснить. Открыть ему просто глаза на понимание самой Библии. Потому что многие считают, что Библия – это книга русских или еще кого-то, это не еврейская книга. А у нас есть Тора. Вот это еврейская книга. Иногда, может быть, для сравнения стоит даже принести Тору и показать человеку, что разницы никакой нет, только оно разве что в том, что там пишутся имена, ну, больше таким с уклонением к еврейскому выражению, да, а здесь больше там к русскому. Вот и вся разница. И это будет нормально для того, чтобы человек хоть немножко имел представление и понятие, может быть, изменил свое неуважительное мнение по отношению к Библии. Что вы должны запомнить? Первое, что вы несете ответственность за то, чему вы учите. Запишите себе это и запомните. Что вы несете ответственность за то, чему вы учите. И снова напоминаю вам. Если вы чего-то не знаете, не лгите. Не нужно фантазировать, придумывать или еще что-нибудь делать. Лучше скажите, что вы приготовитесь для следующего раза, и тогда сможете обсудить эту тему, если вы не знаете ее сейчас. Что вы узнаете у того, кто может быть более компетентен в этом вопросе, или вы посмотрите какую-то дополнительную литературу, и, ну, в общем, вы будете готовы к тому, чтобы говорить. Говорите правду просто. Ну, и, во-вторых, это даст вам повод, опять же, к тому, чтобы иметь следующую встречу. Запишите стих из Библии, 2 Тимофея, 2 глава, стих 15. 2 Тимофея, 2 глава, стих 15. Прочитайте. Только громко. Старайся представить себя Богу достойно, делателем неукоризмом, верным преподающим. Слово истины. Понятно? Да. И последнее, что вы должны помнить, что вы сами должны благодарить за Библию. Вы сами должны благодарить за Библию. Сами должны иметь правильное отношение к Слову Божьему. Следующая тема. Мы будем говорить о визитах с ЕН. ЕН – это еврей неверующий, напоминаю вам. Визит с ЕН. И первое, о чем мы поговорим, это об уровнях интереса. Каждый человек, с которым вы будете встречаться первый раз и потом продолжать ему служить, он будет иметь определенный уровень интереса по отношению к Евангелию, по отношению к духовным вещам. И вам нужно будет определить этот уровень интереса. Первый уровень – это закрытый человек. Закрытый. Самый простой вариант понять, что он закрыт, он просто говорит, что он не хочет встречаться, потому что это его не интересует. Можете себе так и отметить. Он не хочет встречаться с вами, потому что его просто это не интересует никаким образом. И это всегда легко. Вам понятно, что человек закрыт, потому что ему это не интересно и он не хочет с вами встречаться. Есть вот другой человек, который также является закрытым, но вот здесь уже иногда бывает сложно понять, но необходимо понять, что он в действительности закрытый человек. Это когда человек хочет с вами встречаться, но он на самом деле не заинтересован в том, чтобы обсуждать Писание и говорить о духовных вещах. У него совершенно другие причины, почему он хочет с вами встречаться. Ну, самая простая причина, помните, я уже вам говорил, да, что люди вдруг находят свободные уши, с кем они могут пообщаться. Так сегодня им сложно, им негде пообщаться. Вдруг есть вы, кто готов с ними поговорить. И по этой причине они с вами готовы встречаться, чтобы рассказывать о тех переживаниях, которые они переживают, потому что им больше не с кем поделиться, например. И в конце концов, если вы увидите, что человек не двигается в том направлении, чтобы изучать Писание, чтобы двигаться в духовном, а все ваши встречи в итоге сходятся только о том, что он вам там жалуется, рассказывает или еще что-нибудь, то в итоге вы поймете, что на самом деле он закрытый человек. То есть его не интересует ни Писание, ни духовные истины. Мы сейчас поговорим. Третье. Кто еще является закрытым человеком? Он хочет встречаться и обсуждать духовные истины. Еще более сложное понимание вопроса, когда человек хочет встречаться и хочет обсуждать духовные истины. Но в конце концов, вы просто увидите, что на самом деле все его желание связано с тем, что он хочет поспорить с вами ради интереса. Знаете, есть такая натура человека, что весь его интерес заключен в том, чтобы пускаться в различные дискуссии, спорить там. И ему самое важное, чтобы он участвовал в этом споре. Если он еще может как-то вас переспорить, то вообще просто он доволен. Или другой. Он хочет учить вас. Он хочет учить вас. Но это здесь же в этом вопросе. Он хочет встречаться и обсуждать духовные истины. То есть один из них, это кто хочет спорить с вами, а другой, он хочет учить вас. То есть он хочет убедить вас в своей точке зрения. И здесь, знаете, могут быть вплоть до того, что даже антимиссионеры, которые выдают себя, как бы, знаете, за простых неверующих людей, чтобы вы с ними встречались, чтобы вы, как бы, вроде бы они готовы вас слушать, но на самом деле вся их цель направлена на том, чтобы переубедить вас, чтобы вас отвести от веры. И вывод сделаем такой, и рекомендация вам. Не встречайтесь с такими людьми. Не встречайтесь с такими людьми. То есть вы, может быть, встретились один раз, может быть, вы сделали несколько встреч, и вы точно утвердились в понимании того, что это закрытый человек. Значит, прекратите с ним встречаться просто. Потому что в итоге, в итоге вы просто теряете свое время. Ну вот смотрите, вы встретились один раз, с человеком, да? Может быть, вам придется встретиться даже пять раз с ним, для того, чтобы понять, что на самом деле этот человек закрыт. Я не знаю, на каком промежутке времени вы поймете. Бывают случаи, когда человек, вы приходите и видите, что человек открыт. И он с вами изучается, он даже с вами не спорит, он вас не наставляет, не учит. Вы с ним двигаетесь, вы смотрите, что все происходит как бы в каком-то движении. Бывает такое, что потом наступает такой момент, что как будто все остановилось. Знаете? И вы делаете еще один визит, еще один визит, смотрите, что человек закрыт вдруг стал, неожиданно. То это означает, что пришло время вам оставить его. Просто скажу, забегая наперед, то есть мы не оставляем людей вообще. Первое, мы, допустим, делаем перерыв там, может быть, месяц. Звоним, трогаем, знаете, щупаем воду, как там вообще происходит дело. Потом следующий звонок через три месяца, через полгода, через год. У меня был такой случай, что я пришел к человеку, который с порога был закрыт. Он просто мне сказал, да меня вообще это все не интересует. Здесь на лазере выжил. И чуть ли, знаете, не по матушке меня вообще выпроводил. Я ему как-то попробовал еще позвонить. Результат был такой же самый. Следующая наша встреча состоялась через два года. Но было удивительно, что когда я к нему пришел, я какое-то время вообще не звонил ему, не приходил. Когда я к нему пришел, он оказался уже членом мессианской общины. Прошло время, Бог все равно продолжал трудиться там. Уверовала его жена. И через его жену он сам пришел ко спасению. То есть, если Бог приготовил кого-то ко спасению, он спасется. Поэтому пусть вас ничего не огорчает. Если он сегодня не хочет говорить с вами, значит Бог приведет, может быть, другого человека, которым он будет говорить. А может быть, просто еще не время. Знаете, на самом деле происходит то, что мы встречаем людей на разном этапе пути. Вот сейчас я на доске нарисую вам, как схему. Что, например, вот начало пути человека, да, и это место его встречи, скажем, там с Богом. Такое уже утвержденное место встречи с Богом. Скажем, сто процентов, да. Там, где уже он уже все, рожден свыше. Вы можете с ним встретиться здесь, где абсолютный ноль. Что вы ожидаете от него? В лучшем случае, что вы можете сделать? Вы можете только посеять в него. Вы больше ничего не пожнете там. Вы посеете только слово в него. Вы можете встретиться с человеком, может быть, вот здесь. Будет 20 каких-то процентов, да. Это будет означать, что человек уже будет приоткрыт, потому что слово произвело уже какое-то действие. Но он на самом деле еще не находится здесь. Он может быть чуть-чуть приоткрыт. И знаете, он находится еще, даже он не открыт и не закрыт. Знаете, другая группа, мы сейчас будем говорить о ней, да, интересующийся такой человек. То есть он готов к тому, чтобы вы с ним немножко побеседовали. Мы называем интересующийся, да. То есть он как-то готов. И этот интересующийся, знаете, человек, он может быть, наверное, ну, скажем, где-то может быть вот здесь еще. 80. Вы не знаете, на каком промежутке из этого всего вы встречаетесь с человеком. И знаете, вот чем ближе он сюда, тем он больше становится открытым. Даже если он, в конце концов, где-то, может быть, здесь помолился с вами молитвой покаяния. Вот мы часто задаем вопрос. Так много людей молились, да, в общине там и так далее. Где они? Вот. Ну, они молились, да, потому что, может, они были открыты. Но они еще не находились вот в этой точке. Ну, своего духовного состояния. То есть, может быть, на самом деле, вот эти вот оставшиеся 20 каких-то вот этих вот единиц своего духовного возрастания, может, им придется еще 20 лет пройти. И мы не знаем на самом деле, как это будет. Потому что многие из нас сегодня вспоминают, да, а, знаете, вот 20 там лет, к примеру, назад мне вот человек говорил, я слушал, и мне было это важно тогда. Но потом это все как-то забылось. А прошло еще 50 лет, и я вдруг уверовал, да. То есть, мы не знаем, у кого сколько времени на самом деле займет этот путь, который он пройдет от нуля, там, где он вообще закрыт, и как бы ему все абсолютно безразлично, до вот этого момента, где он в действительности будет рожден свыше. Поэтому пусть вас ничего не удивляет и не смущает. Знаете, вы встретили с человеком, вы сделали свое дело, вы посеяли Слово Божие в него. А все остальное, это как бы уже дело Божье в том, чтобы, знаете, все делать. Ну что, помните, как Павел пишет, да? Я насадил, да, кто-то поливал, но Бог все взращивал. Поэтому, может быть, вы были тем, кто посадил только. Потом встретился человек, который что-то там добавил, да, полил немножко. Может быть, пришел другой человек, который еще полил. А потом Бог вас так привел, что вы раз и собрали урожай. Я помню, я читал книгу одну, очень давно, называлась как-то «Евангелизация в огне». По-моему, писал Бонки. Бонки, да. И мне понравилось одно его высказывание. Он говорит, сегодня я собираю урожай здесь, в Африке, семена которого были посеяны сто лет назад католическими миссионерами. Миссионерами и католиками. Он говорит, сегодня я только спустя сто лет собираю урожай, который был посеян сто лет назад миссионерами и католиками. Пожалуйста. То есть, он в действительности говорит истину, потому что когда-то кто-то сеял, а кто-то потом пожинает. То, что вы пожинаете, это не обязательно, что вы сеяли. Чаще всего это бывает так, что мы пожинаем то, что кто-то когда-то посеял. Наверное. Если вы в будущем, вы сразу с вами говорите, можно вопрос? Можно? Можно. Вопрос. Вот, общаясь с людьми, я встречаю два типа людей. Вот особенно здесь, в Одессе. Встречается первый тип человеков, это люди неверующие. Ну, как бы они считают себя верующими и говорят так, как бы, христиане, мы были у вас в церквях, в общинах, и мы знаем, какие ваши христиане, как бы, они хуже мирских. А второй тип есть отступники, как бы, приткнувшиеся. Я, зачастую, вот, попадаются мне люди, вот, я в работе общаюсь, и люди, которые, вот, именно, множество отступников. Как бы, нет, не надо мне это говорить, я знаю, какие христиане, какие вы все. То есть, вот так. Вот, как бы, как с ними общаться, как им доносить, или не надо общаться, я не знаю. То есть, я в этом случае, как в замешательстве. Я скажу, что им нужно служить, как к абсолютно обычным неверующим людям. И даже не думайте о том, что он был членом, может быть, церкви, общины, что он знает какие-то духовные истины и так далее. Пусть вас даже это не тревожит. Вы к ним относитесь, как к обычным неверующим людям. Им нужно точно такое же служение, как к обычным неверующим людям. Просто разница в том, что они больше знают, чем, может быть, кто-то другой. И все. Ну, люди просто попали под обольщение какое-то, и все. В конце концов. Если они были, на самом деле, спасены. Хотя это большой вопрос. Итак, следующая группа. Это интересующиеся. Интересующиеся. То есть, которые мы сказали, что у них уже есть какой-то уровень. Да, они уже что-то там знают. И не просто знают, они хотят узнать больше. То есть, человек, который хочет в действительности что-то знать. Что он хочет знать? Он хочет знать, во что вы верите. Другими словами, содержание вашей веры. И я скажу, это очень должно вас подстёгивать в том, чтобы вообще самому понимать, во что вы вообще верите. И в кого вы верите. Потому что на самом деле, знаете, не всегда спасённый человек может доступно, нормально объяснить вообще, во что он верит. Почему-то часто многие сводятся к тому, что объясняют, что какое-то с ними может быть исцеление происходит и так далее. То есть, вместо того, чтобы объяснять истины, на основании которых они имеют спасение. То есть, почему они верят, да. Я люблю начинать всегда с того, что я говорю, что мне нравится Псалом, или слова Давида, когда он говорит, что «из того, что я обращаюсь к Богу, и враги мои бегут, я узнаю, что Бог жив». Я всегда начинаю с этого, что я знаю, что мой Господь жив. Потому что я обращаюсь к Нему, Он отвечает на мои молитвы. Это первое. И из этого я узнаю также, что я жив. Потому что Бог отвечает на мои молитвы. Он со мной общается. И потом я начинаю объяснять Евангелие, на основании чего я спасён, почему я верю в это, и так далее, и так далее, и так далее. И здесь хорошо, знаете, даже рассказать своё личное свидетельство. Каким образом вы получили спасение, и так далее. То есть, но это должно быть частью объяснения того, во что вы верите. И обычно, как продолжение, это следующий вопрос, почему вы верите. На основании чего вы верите. Тут вы точно рассказываете своё свидетельство, да, говорите о том, что какие у вас отношения с Богом, и так далее, и так далее. Но вы должны быть готовы на то, чтобы отвечать на эти вопросы. Во что вы верите? Содержание вашей веры. И почему вы верите? Причина вашей веры. Такой человек может быть как средней, так и высокой заинтересованности. То есть, всё зависит от того, на каком промежутке он находится в своём пути духовного возрастания. Он может быть где-то там в самом начале, да, он что-то уже знает, может быть, он ещё ничего не знает, но у него открылось, знаете, такое вот, ну как бы духовное такое вот, ну, желание, да, духовная недостача. Он хочет чего-то, ну, узнать, он хочет что-то услышать, увидеть и так далее. И он просто хочет в действительности понять, почему происходит это с вами, почему вы в это верите. Важно для себя отметить, что встречаться необходимо с такими людьми. И обычно, когда вы с ними встречаетесь, нужно обсуждать четыре важных темы до тех пор, пока они не будут прогрессировать в этом. Вот об этих четырёх темах мы поговорим попозже. Хорошо? Последняя группа людей, или последний уровень интереса, это открытые люди. Они могут быть, с одной стороны, похожи на заинтересованных, но они всё-таки более открыты к тому, чтобы принимать Слово Божье. Во-первых, немножко уже более серьёзные вопросы у них. Они хотят знать, ну, правда ли то, что вы ему говорите. То есть он не просто интересуется, расскажите мне, что у вас произошло, да? Он уже хочет понимать, правда ли то, что вы ему говорите. Является ли это истиной на самом деле. Второе, он хочет знать, что ему делать с тем, что вы ему сказали. Помните, когда Пётр на шавод проповедовал, да? То, когда вы прослушали его Слово, да? То многие, умилившись сердцем, они сразу спросили, так что нам делать теперь? Поэтому, когда человек открыт, знаете, у него встаёт такой вопрос. Что же я с этим должен теперь делать? И как результат, знаете, того, что он уже задаётся вопросом, что он должен делать, вы должны поступить точно как Пётр. Привести его Господу. Отметьте себе, привести его Господу. Ещё мы поговорим о типах ЕН-визитов. Какие бывают типы визитов? Возьмите микрофон. Передайте микрофон. Тут вы вот сказали из раздела интересующихся людей, потому что есть ещё перед этим этап. Ну как, сочувствующие. Сочувствующие это как? Люди, которые, допустим, знают своих родственников верующих, или друзей, или знакомых. И они это ценят. Ну, они, допустим, считают, что они недостойны, допустим, ну, как бы, принять Господа или веру. И зачастую, как бы, есть этим препятствием. Ну, эти люди, они даже могут быть и открыты, и, ну, как бы, способствовать им, и чтобы, вот, как бы, их направить. Вот таких очень много людей существует. И, ну, зачастую, если правильно, как бы, она направляется в Евангелие, то есть положительные результаты, как бы, они обращаются. Просто вот есть такая ещё категория, и немалая. Ну, я скажу, всё очень просто. На самом деле, вам придётся этих людей отнести либо в группу интересующихся, либо в группу открытых людей. Если они открыты настолько, чтобы уже быть близкими к Евангелию, да, принять его, то вы их отнесёте в эту категорию людей. Если они пока только интересуются, значит, они интересующиеся. И всё. Значит, типы, какие есть типы ЕН-визитов? Первый — это определительные. Определительные. Это первый визит к человеку. Иногда это может быть не первым визитом к человеку. В том случае, если вы с человеком, допустим, оставляли человека на какое-то время, да? Ну, допустим, прошло там год, да? И вы через год идёте к нему заново. Вы встречаетесь с ним, и это как будто как в первый раз, да? Потому что вы снова идёте для того, чтобы определить, определить. И что же вы должны определить? Вы должны определить его духовный уровень, то есть закрыт, заинтересован, открыт. То, что мы только что говорили, да? То есть на каком он этапе находится. Если он закрыт, то, значит, больше мы ему опять не служим, а оставляем его на какое-то время, да? Но если он заинтересован или открыт, то мы ему начинаем служить. То есть мы определяем на этом визите то, на каком уровне находится духовный человек. Второе, что мы должны с вами определить, это возможность дальнейшего служения для него. Возможность дальнейшего служения для него. То есть каким образом мы будем ему служить? Где мы будем с ним встречаться? Сколько раз можно сразу подумать? То есть вы на этом визите, вы как бы это всё увидите, да? О чём важно будет в первую очередь с ним говорить? То есть это ваши цели, которые вы себе ставите на определительный визит. То есть определить всякую возможность служения по отношению к этому человеку. На определительном визите нужно сделать несколько вещей. Если вы увидели, что вы в действительности имеете возможность продолжать ему служить, то есть он либо заинтересованный, либо открытый, то вам нужно сделать вот что. запланировать следующую встречу. То есть договориться с ним о следующей встрече. Лучше всего договориться как можно более конкретно. То есть конкретный день, время. И предупредите сразу, что если он имеет телефон, что вы накануне перед этим ему позвоните, чтобы подтвердить своё присутствие и узнать, что он сможет ли встретиться с вами. Иногда можно сразу даже сказать, о чём вы будете говорить в следующий раз. Если у него был, например, какой-то вопрос, помните, мы говорили, то вы можете сказать ему, я приготовлюсь, и мы в следующий раз сможем это как раз обсудить вместе. Следующий тип визита – это информационный. Информационный. Это второй тип визита. Первый был определительный. И всё, что мы говорили, это связано было с определительным типом визита. А вот второй тип визита – это информационный. Это визит, который намечен для того, чтобы передать духовную истину. Другими словами, передать то, что вы приготовили человеку, и ваше желание должно быть таким, что в итоге, в результате вашего посещения, человек должен как-то определиться с этой истиной. Но если он не определился, то вам придётся тогда на эту тему подготовить, может быть, ещё один урок, и встретиться снова, может быть, ещё раз, до тех пор, пока в итоге вы не увидите, что человек осознал, например, себя грешником. Или пришло к нему понимание того, что ему действительно нужно спасение. Важно знать, что в итоге вы добились того, чего вы ожидали, что человек пришёл к какому-то решению, к какому-то выводу. Значит, в нём есть две цели. Это просто передать информацию, как образовательная цель, то есть провести урок для этого человека. И второе – это призвать его, бросить вызов ему, чтобы он размышлял на той информации, которую вы ему передали. Первая цель – это передать информацию. И второе – это бросить вызов, чтобы он размышлял над тем, что вы ему сказали, над той информацией, которую вы ему сегодня принесли. И третий тип визитов – это евангелизационные. Евангелизационные. Этот визит намечен для того, чтобы привести человека к Господу. Обычно, знаете, когда вы идёте уже на такой визит, то вы уже просто, ну, всем своим духовным человеком чувствуете, да, и видите, что человек близок к покаянию. Что-то вот, может быть, только его надо призвать, и он уже покается. И вы нацеливаетесь на то, что вы призовёте его к покаянию, и в результате, как цель ваша, должно быть словесное исповедание веры этим человеком. И молитва вслух. Словесное исповедание веры, молитва вслух. И ещё важно, чтобы этот человек кому-либо рассказал о том, что он помолился с вами. Вы можете, знаете, его сами поздравить, сказать, что это очень важный шаг и так далее. Искать ему. Хорошо было бы, чтобы вы кому-нибудь рассказали. Может быть, кому-то из семьи. Сразу же при вас. Или в крайнем случае, знаете, позвоните кому-нибудь из ваших верующих друзей, и скажите, ну, только тому человеку, который сможет правильно повести себя, да, и скажите, только что я помолился там с таким-то, таким-то, он принял Господа, Косового Спасителя, и он хочет хоть кому-то рассказать об этом. Дайте человеку трубку, чтобы он сказал, что он действительно это сделал. А ваш брат или сестра, который будет на другом конце, должен ободрить его, поздравить его, да, порадоваться за него и так далее. Чтобы человек понимал, что это в действительности важный шаг. И чтобы он сделал свое первое свидетельство о своей вере. Хочу предложить вам несколько вопросов, которые вам помогут квалифицировать визит. Ну, чтобы выяснить, то есть, на каком уровне, скажем, духовном находится человек, и какой он закрытый, открытый, заинтересованный. Первый вопрос, это что вы слышали от других, что они говорят об Иисусе? или что другие говорят об Иисусе? Что вы слышали, что другие говорят об Иисусе? или другой вопрос, что вы думаете об Иисусе? Я всегда лично начинаю с этого вопроса. Я просто человека спрашиваю, скажите, я даже так говорю, у меня есть к вам самый еврейский вопрос. Что вы думаете об Иисусе? И знаете, иногда люди просто сразу там высказывают свое мнение по поводу, но встречается иногда такое, что люди говорят, да я ничего не знаю, я даже не знаю, что думать. И такое тоже бывает. Тогда вы задаете ему вопрос, ну, а что вы слышали о других об Иисусе тогда? Что вам другие говорили об Иисусе? И если человек скажет, что он как бы ничего даже не слышал, ну, спросите, ну, может, вы какой-то фильм смотрели и у вас есть какое-то мнение по этому вопросу. То есть попытайтесь от него понять хоть что-нибудь, ну, чтобы он что-нибудь вообще сказал, что он думает об Иисусе. Если в итоге ничего не получилось, тогда спросите его, могу ли я сказать вам, что я думаю об Иисусе? И тогда вы выскажите свое мнение по поводу Иисуса, что он есть Мессия Израиля, что он Спаситель, что он умер и воскрес, и так далее. И потом задайте ему вопрос, а что вы думаете о том, что я только что вам сказал? Вы должны услышать от человека все-таки его решение, его мнение по поводу Иисуса, что он думает о нем. Только таким образом вы сможете определить его интерес. ну, скажу еще раз, что неправильный подход, знаете, иногда помогает, но чаще всего нет. Это дружеский евангелист, мы уже говорили об этом. Это неправильный подход. Если вы хотите в действительности служить человеку, то избирайте путь того, что вы ему служите духовно, в первую очередь. Знаете, ну, когда люди подходят с вопросом о дружестве, что они применят дружеский евангелизм, то их надежда в том, что в дальнейшем, когда их дружба окрепнет, они смогут человеку свидетельствовать. Но проблема в том, что этот момент может так и не наступить. Пожалуйста. А если дружеский евангелизм имеет такую форму «я дружу с человеком», при этом он знает, что я верующий, и мы периодически общаемся на эту тему. Я улыбаюсь, потому что вы задавали уже этот вопрос. И я отвечал на него раньше. Это правильно. То есть, потому что мы свидетельствуем нашим друзьям, мы свидетельствуем нашим родным. Но на самом деле мы знаем, что существует проблема, о которой сказал сам Иисус, что нет пророка в собственном Отечестве. И зачастую нашим родным, близким, нашим друзьям им трудно воспринимать вообще свидетельство от нас лично. Очень часто так. То есть, это очень просто. Многие ли ваши друзья стали верующими? Многие ли ваши родственники стали верующими? Вы знаете, редко встречаюсь с человека, например, что у него вся семья спасенная. Ну, в результате того, когда он пришел ко спасению. Потому что это проблема на самом деле. Есть некоторые причины. Во-первых, вас знают таким, каким вы были раньше. И многие просто думают, ну, ты вот мне будешь здесь вот это вот сейчас лапшу вешать, да, на уши. Что я не знаю, кто ты на самом деле. Одна причина. Вторая причина, самая простая, это то, что я говорил уже, что люди, которые, допустим, ваши друзья, ваши родственники, они часто готовы вас слышать, ну, как бы слушать вернее, но не слышать. Только по одной причине, что они не могут вам сказать нет. Ты начинаешь им говорить, и они, как бы, смотрят на тебя, там, даже, может быть, соглашаются с тобой, но они не могут тебе сказать нет. Иначе им надо, как бы, с тобой, значит, просто испортить отношения. Хотя некоторые просто набирают смелости и говорят, знаешь, давай на эту тему больше говорить не будем. Я не хочу об этом говорить. И я скажу, что порой лучше даже такое услышать, чем когда вам говорят да-да-да, да-да-да, а на самом деле человека нету с вами, он вообще вас не слышит. Хотя Слово Божье, как мы помним, да, сеется и тщетно не возвращает. Помните? Поэтому в любом случае нам нужно продолжать говорить, не терять надежду и верить в то, что Бог приведет их ко спасению и наших родных, и наших друзей, и так далее, и так далее. Я подробно сел, как сказал, ты, наверное, в прошлой части не была еврейка. Понятно. Значит, сейчас мы поговорим о четырех категориях информации, с которыми нужно делиться с евреями неверующими. Четыре категории информации. Сразу хочу объяснить, это не четыре визита. То есть, одну информацию вы можете, может быть, о ней говорить, да, передавать, ну, эту тему на протяжении, может быть, десяти даже визитов, для того, чтобы для человека пришло понимание, и он понял вообще, о чем идет речь, и чтобы он принял это. Ну, первое, это Евангелие. И мы с вами говорили уже, об этом достаточно много, что вы должны говорить о грехе с людьми, о спасении и о спасителе. Да, это три составляющих Евангелия, которыми вы должны делиться с людьми. для того, чтобы они в итоге осознали себя грешниками, поняли необходимость того, что они нуждаются во спасении, и что без спасителя они не могут получить прощение и спасение. Второе, это говорить о Иисусе и о себе и о нас, то есть, о верующих. Говорить об Иисусе и говорить о верующих, о себе. Ну, во-первых, мы должны говорить о том, что Он Мессия, что Он Бог и что Он единственный путь спасения. Иоанна 4, 26. Он Мессия, Он Бог, Он есть единственный путь ко спасению. Иоанна 4, 26. Восьмая глава с 53 по 58 стих. Десятая глава с 25 по 35 стих. 14 глава 9 стих. И вы можете сюда добавить, знаете, еще много-много других отрывков из Писания, которые будут говорить об этом, с помощью которых вы будете объяснять людям. Это как просто предложение. Евангелие от Иоанна 4, 26. Восемь 53 58. Десятая глава с 25 по 35 стих. Четырнадцатая глава стих 9. Значит, что мы должны говорить о себе и о нас? Ну, во-первых, о всех людях, да, что мы все грешны и каждому необходимо покаяться, чтобы иметь взаимоотношения с Ним, с Богом. Что в результате греха мы все отделены от Бога, поэтому не имеем, знаете, нормальной жизни сегодня. все люди желают счастья. Но они должны понять, что счастье на самом деле может быть только в Боге. Я часто говорю людям, что истинное удовлетворение можно найти только в нем. Понимаете, люди ищут удовлетворение во многих, да, каких-то вещах. Может быть, кто-то ищет в книгах, кто-то там философии, кто-то в наркотиках, кто-то в разврате сексуальном, кто-то просто в своей работе, знаете, ищет удовлетворение и так далее, и так далее. Можем это перечислять. Но я говорю, что настоящее удовлетворение можно найти только в нем. Он дает только настоящее удовлетворение. Вы, может быть, помните, есть такой анекдот, да, что приходит верующий и свидетельствует наркоману. И тот говорит, ну, объясни мне, ну, что же такое эта жизнь вечная? Тот ему говорит, ну, ты знаешь, что такое кайф? Он говорит, да, это вечный кайф. Поэтому в действительности, знаете, удовлетворение можно найти только в нем. Настоящее удовлетворение. Во всех вопросах. Во всех вопросах. Третья тема, о которой мы должны говорить, это цена, которую мы должны заплатить, следуя за Ишуа. Цена, которую мы должны заплатить, следуя за Ишуа. Я скажу вам, что это очень важно и принципиально, чтобы вы людям сказали правду. Знаете, не обманывайте их. Не говорите им, что как с того момента, как ты последуешь за Ишуа, да, у тебя будет все просто супер. не говорите так людям никогда, потому что это неправда. Они должны понимать на самом деле, что вообще может быть так, что у них будут еще и неприятности, связанные с этим. Поэтому нужно всегда говорить о том, что существует цена следования за Ишуа. И человек должен знать, что когда он принимает решение следовать за Ишуа, он должен знать, что его может ожидать. Иисус от нас не скрывал этого. Помните, да? Он говорил, что он может нас ожидать. Евангелие от Луки, 18 глава, 18 стих. Евангелие от Луки, 18 глава, 18 стих. Кто-то нашел? Кто-то нашел? Спасибо, Ванна. Угу. И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Продолжай читать эту всю историю. Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не пролюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матери твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одно недостает тебе, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною. Ну? Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатства войти в Царство Божье, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Достаточно. Какая здесь проблема? Во-первых, человек, подошедший, молодой этот человек к Иисусу, задал вопрос, который на самом деле его волновал. Это не было праздное любопытство. Он был открыт действительно. Мы видим очень интересно, что Иисус, написано, что он полюбил его. Помните, да? То есть в действительности он видел его открытость и так далее. Но Иисус также видел и проблему, которая существовала у этого человека. Потому что он видел не только лицо его, он видел его сердце. И знаете, не зря он начинает именно с того, что он говорит о тех заповедях, которые отношения имеют человека с человеком. и на это что он говорит? Что у меня с этим все отлично. То есть я это с детства сохранили, в этом отношении все в порядке. Но Иисус не спросил его об отношениях с Богом. Видите, отношения Бога, человека с Богом. На эту тему он его не спрашивает. Он ему просто говорит, тебе нужно продать твое имение. По одной причине. потому что имение оно стояло в его сердце и занимало очень важное положение в его жизни. И это мешало его отношениям с Богом. Потому что он ставил свое имение выше, чем отношения с Богом. И когда он ему говорит об этом, что вот причина, по которой ты не можешь иметь отношения с Богом и выйти в Царствие Божие. У человека стоит выбор. Значит, если я должен войти в Царствие Божье, я должен заплатить цену. Мне придется лишиться того, что я люблю сегодня. То, что является важным в моей жизни. Но настолько важным, что оно занимает мое сердце больше, что туда даже Бог не может поместиться. И в результате человек встал перед выбором. Что же ему делать? Иметь жизнь вечную или остаться со своим любимым имением? И что он выбирает? Он выбирает имение и уходит опечалившись. Потому что он не может получить то, чего ему хочется, потому что он не может отказаться то, что он любит. Закон.